всем привет вы на канале вишневая рукоделие меня зовут лена добро пожаловать сегодня хочу снять для вас тег это довольно новый тег называется вышивальные ошибки сейчас его все снимают и вопросы довольно интересные и очень актуальные в нашем вышивальном мире вышивать буду вместе с вами это ландыши чудесные иглы буду продвигать свои начатые работы сейчас буду вышивать довольно большой кусок несколькими цветами зеленого вот приготовила себе уже ниточки так что давайте приступать итак первый вопрос встречали ли вы ошибки в схемах известных производителей нехватка ниток перепутанные значки и так далее нет не встречала на данный момент всех ниток во всех наборах которые я вышивала мне всегда хватало это во первых во вторых перепутанные значки тоже мне не встречались никогда но вот пустые клеточки просто клеточка без значка такое несколько раз было я так думаю что это просто погрешности печати ну или дизайнера который не уследил и крестик не поставил но такие ошибки они легко исправляются достаточно посмотреть на превью какой там примерно цвет и уже его заполнить этот крестик второй вопрос как часто вы ошибаетесь и не ошибаетесь вовсе я ошибаюсь довольно часто но не очень так сильно чтобы прям все расплакаться и выбросить работу мусорное ведро нет я ошибаюсь немного и быстро довольно быстро замечаю свою ошибку наверное благодаря разметки все таки потому что когда у меня есть разметка я ориентируюсь на границы квадратиков и вовремя замечаю ошибку если вдруг она у меня получается вот если же нет по-моему я еще ни в одной работе не ошибалась насколько я помню ну там будет дальше 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 будут вопросы про исправление ошибок всяких поэтому сейчас будут на них тоже отвечать как исправляете ошибки перекрываете крестиками поверх другим цветом распарываете оставляете и перекрываю и распарываю и оставляю все зависит от ситуации если это один-два крестика и они у меня таких примерных цветов ну грубо говоря если вышила крестик желтым а надо красным или или вышила белым ну такое конечно но это примерно говорю потому что я таких не помню цветов чтобы у меня было и были ошибки именно с такими цветами но если вдруг такие случаются то я спокойно перекрываю потому что сама ошибка то есть видно что там должен быть к примеру красный а я его белым вышила и чтобы распороть мне нужно уже довольно ну я могу задеть какие-нибудь ниточки которые уже рядом крестики вышиты этого не хотелось бы поэтому я просто беру и перекрываю и уже к концу этого дня я даже сама не замечаю где была эта ошибка и не могу найти те крестики которые были перекрыты это во первых во вторых распарываю 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 или распускаю тоже зависимости от того что ну чаще конечно распарываю потому что ниток мне не жалко никогда не жалко ниток и просто распарываю и все это если у меня позволяет место где там еще нету ничего зашитого вокруг например или с одной стороны и я могу безболезненно это для работы сделать бывает что я оставляю оставляю в том случае когда вышила близким очень близким цветом к тому который должен был быть выше например вышила не черным а темно-коричневым да ну и ладно пусть остается никто даже не заметит и я уже даже не замечу вот или зеленым да зеленые оттенки особенно в листве да кто их там разберет эти зеленые оттенки так дальше следующий вопрос если вам все-таки пришлось пород разрезаете нитки или аккуратно распускаете крестики я аккуратно распускаю крестики только если я не сильно далеко ушла с этой ошибкой и я могу безболезненно распустить его и ну я вытаскиваю просто иголку из нитки нитку из иголки и иголочкой поддеваю распустила и например вышила в другом месте этой же ниточкой она еще в приличном состоянии с ней все хорошо и она может быть использована в работе если же невозможно аккуратно что-то распустить или площадь зашивки с ошибкой уже большая то я распарываю распарываю так просто острыми ножничками поддеваю у меня нет распарывателя следующий вопрос используете выпоротые нитки повторно нет выпоротые точно не использую потому что я их режу маленькими кусочками отрезаю немножко отмотала немножко распустила например отрезала чтобы у меня быстрее нитка вытаскивалась из крестиков выходила вот ну и они уже как правило и мохнатые становятся и кудрявые такой ниточка не очень удобно вышивать но еще раз повторюсь не так я не жалею не могу сказать что я прям не экономно очень вышиваю как вышиваю экономно но если приходится распускать то я или распарывать то я выбрасываю эти нитки мне их не жалко следующий вопрос как исправляете ошибки так это я уже ответила меняете цвет основы из набора или боитесь промахнуться с оттенком но если я вышиваю по набору я вообще предпочитаю не менять ни основу не цвет основы естественно что дано то и не вышиваю как правило бывает такое были у меня случаи например с наборами с алиэкспресс когда продавцы вкладывали ну вообще ту кому которая совершенно мне не нравилось ну и у меня запасов была была какая-то камушка и я ее меняла вот но да меняла практически на того же на такой же цвет или да вот хочу как раз рассказать вышиваю я слишком устал набор с алиэкспресс это копия dimensions в наборе была темно-серая нет не темно просто серая какая-то такая не светлая не темная аида почему-то для кота такая вот серая аида была вложена я ее поменяла на бежевую равномерку на линду и думаю что очень даже хорошо почему производитель с алиэкспресс решил вложить туда серую ткань непонятно потому что в оригинале вроде как там даже не белая но не серая кремовая интересная вот доверите ли вы дошить вашу работу другой вышивальщицы игра робин или на вышивальной встрече да да верю не боюсь я этого ничего в на вышивальной встрече может быть и что-то там не дам вот но в робин я играла правда только в один из своей жизни вчера как раз снимала видео о своих начатых работах и показывала работу чайный сэмплер которая участвовала в робине то есть это был такой робин 9 вышивальщиц каждая начинает каждый раздается ее элемент из этого чайного сэмплера и она вышивает только этот элемент и больше никакой вышила свой элемент отправила следующий по по очереди организатор так устроила все наши адреса чтобы мы как-то так по карте но в основном по россии шло но мне из беларуси прилетала канва каждый раз и вот я должна была за весь период проведения этого робина должна была выше 9 чашечек одинаковых своих именно маленьких чашечек вот я не помню сколько я вышла я не вела подсчет своей моя канва уже вернулась вот возможно еще какая-то придет ко мне вот но это мы уже попозже узнаем и знаете мне было приятно видеть работу девочки все старались абсолютно все у всех крестики ровные работа ровные если посмотреть на изнанку там вообще такие такая идеальная изнанка просто прелесть так конечно же я вот наготовила себе ниток но ту которую надо было естественно и не приготовила даже вот если надо кому-то отдать мою работу дошить если я ее уже перехотела вышивать она мне надоело или я вообще и не хочу заканчивать потеряла мысль ладно следующий вопрос представьте ситуацию вы забрали оформленную работу с багетной мастерской и поняли что недовольны выбором багета или картина не вписывается в интерьер ваши действия чисто гипотетически если представить такую ситуацию то что не вписывается в мой интерьер значит я найду другой интерьер у меня есть родственники которым я и вообще люблю дарить свои работы и я могу запросто просто подарить что-то вышитое вот если же надеюсь вам там что-то видно но еще я надеюсь что вы все-таки вышиваете а не смотрите как вышиваю я если эта картина вообще мне так дорога что я не хочу никак с ней расставаться но оформление никак не подходит ну значит надо будет переоформить хотя ну это очень трудно представить потому что я же сама должна была выбирать это оформление должна была куда-то смотреть и вообще представлять как как она будет выглядеть в чем она будет висеть и так далее но на самом деле я еще ни разу в своей жизни не оформляла работу в багетной мастерской у меня уже довольно приличный рулончик накопился но вот до багетной мастерской я никак не дойду все время разные обстоятельства для этого были сначала не было средств именно на оформление но это наверное второй вопрос потому что во первых мне сейчас их вешать некуда то есть стены есть а вот в нынешней квартире где мы сейчас живем у меня нет желания что-то развешивать потому что я хочу другую квартиру мы не снимаем это наше но вот хочу другую все поэтому не хочу в эту что-то вкладывать под нее что-то подстраивать покупать что-то новое просто я вышиваю свой домик мечты и работаю над тем чтобы улучшить жилищные условия вот ну вроде бы ответила решитесь вышить картину самым подбором ну какую-то прям картину картину нет наверное там это как надо влюбиться в какой-то сюжет который невозможно найти в наборе или с уже подобранным ключом чтобы вышить самым подбором нет наверное не наверное не решилась бы но какие-то маленькие сюжетики где несколько цветов и они все простые желтый красный голубой там зеленый этого я смогла и не то что смогла бы я это и смогла потому что не так давно вот ошиблась знаете почему не попала в дырочку мимо проскочила не так давно я вышла от своей бабушки на рубашке маячок по открытке от гаммы вот и я не стала заморачиваться теми цветами которые там указаны хотя они у меня были но мне было довольно лень их искать в коробке с нитками вот у каких-то там не было и в то же время рядышком лежали остатки от наборов буффи третс а там как раз вот эти вот яркие нитки желтые зеленые красные коричневые и голубые всех оттенков я просто на глаз выбирала то что более-менее подходит к этим цветам ну картинка такая маленькая незамысловатая на одежде и очень даже здорово получилось вот такие маленькие я бы самым подбором вышивала далее возьмете за вышивку картины схемы которая была создана на основе фото реального человека однозначно нет зачем я уже где-то отвечала на этот вопрос на подобный зачем вышивать фото человека когда можно сделать хорошее фото хорошее фото красивое большое также оформить например его в багет и будет прекрасная работа нет вышивать надо для меня лично вышивать можно только в общем все кроме о фотографии людей фотографию животного почему бы нет кстати можно наверное а вот фотографии человека нет как вы думаете видят ли другие люди не вышивальщицы недочеты в вашей работе я не думаю я уверена что они не видят никаких недочетов те кто благосклонны относятся к моему творчеству они просто восхищаются конечно не все мои родственники понимают это увлечение некоторые считают что я трачу время зря вот хотя я расцениваю свое влечение в нескольких аспектах не только как создание каких-то работ которые будут украшать мой дом или там не мой дом но и релакс я реально получаю удовольствие расслабляюсь и отдыхаю когда вышиваю крестиком это вот то занятие которое мне помогает именно расслабиться и отдохнуть от насыщенного событиями дня вот до того как я начала вышивать крестиком где-то пару лет я раскрашивала картины и кстати вот именно картины по номерам они у меня висят в квартире всего их пять один триптих и две самостоятельные работы вот и они да они такие хорошие просто не оформлены просто на подрамнике как они продавались так я их и повесила вот так что отвечая на вопрос нет не видят в основном всем нравится и в основном все восхищаются и удивляются как это я неужели могла такое сделать своими руками так тринадцатый вопрос укажите ли вы на ошибку в работе другой вышивальщицы оформленную и не оформленную нет никогда в жизни не укажу в том ключе в котором может указываться ошибка может быть там с с яхидством или с злым умыслом или с каким-нибудь намеком на ее несостоятельность на несостоятельность вышивальщицы может быть я смогу как-то подсказать или намекнуть или спросить например что это за место такое интересное или это специально сделала как интересно это специально и может быть тогда человек тоже обратит на это внимание и может быть поймет что это ошибка а может быть на самом деле это так и задумывалось только я считаю что это ошибка никто этого не знает поэтому стоит ли человеку на это указывать и какой тут еще предпоследний вопрос как вы отреагируете если вам укажут на ошибку в работе если укажут на ошибку именно с какими-то добрыми мыслями добрыми словами все это будет сказано то нормально отреагирую почему нет я человек я могу ошибиться запросто поэтому если ошибка есть и мне на нее указали подсказали не ткнули носом что вот ты такая-сякая зла а именно помогли разобраться и сделать свою работу лучше тогда спасибо большое хорошо отреагирую все прекрасно являетесь ли вы вышивальным перфекционистом нет совершенно не являюсь вышивальным перфекционистом потому что я могу закрыть глаза и на некоторые свои неровные крестики я не буду заниматься никогда рельсованием потому что это очень сильно забирает мое время меня устраивают мои крестики меня устраивает моя не идеальная изнанка, далеко не идеальная. Меня устраивают мои мятые работы, потому что я вышиваю на пальцах, иногда скручиваю их. Меня устраивают небольшие протяжки, которые присутствуют в моих работах. В три крестика я считаю, что это нормальная протяжка, даже в четыре иногда бывает. На домике химера я, конечно, такие протяжки вообще не считаю за протяжки, это само собой разумеющиеся. Почему-то у меня ножницы стали тупить. Почему тупить у меня? Вот, тупят. В принципе, я ответила на все вопросы. Спасибо большое Анастасии за интересные вопросы. Вот, смотрите, как много я вышила. Я вышила вот этот кусочек и вот этот зеленый цвет. Все, сейчас буду продолжать вышивать. Может быть, еще какой-нибудь текст сниму, пока у меня есть время. Отвечайте на вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok